Ройтер Сэмма Стоун на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии Оскар в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года наверняка после сегодняшней ночи звездила Ла Ла Лэнда захочется расторгнуть свой бесконечный контракт с Луис Войтон, мастерство ее стилистов дало ощутимый сбой. По крайней мере, Стоун обеспечила этот Оскар мемами, и это не считая тех, что были адресованы пылающему огню творческого дуэта Леди Гаги и Брэдли Купера и сгорающей от ревности Ирини Шейк. Рядом с фотографиями наряда актрисы в Твиттере и Инстаграме уже поселились тараканы, змеи, жареная вместе с чешуей рыба, стейки и все представители флоры и фауны, а также шедевры кулинарного искусства, что отличаются коричневой окраской и геометрическим узором. Лично мы, как поклонники таланта Эммы Стоун, остановимся на сравнении с королевской коброй. Уже давно модные бренды не обращались к принтам из ромбов, потому что это влечет определенные последствия. Реклама зато теперь, благодаря французскому дому Луис Войтон, человечество наконец может представить себе, как мир видит мухи, именно, сегментами. Море Оо Анзаони, Ройтерс Сара Полсон на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года прошедшим вечером актриса не была названа ни в одной из представленных номинаций, но ее платье от Брэндон Максвелл однозначно привлекало внимание. Удивительного в наряде от американского фотографа, ставшего модельером, действительно хватает. Всего несколько взмахов волшебной иголкой, и вот привлекательная сорока четырехлетняя женщина уже превращается в комбинацию из сдутого воздушного шарика и артиста московского театра «Ромэн». На части оголенной талии затянули пару шнурков, необходимость которых должны объяснять либо их создатели, либо уже философы. Вариант с эстетической составляющей стоит отвергнуть сразу. Из плюсов, в платье есть карманы, куда можно положить телефон, с которого легко заказать такси и уехать от всего, что связано с богемской рапсодией навсегда. Морео Анзаоне, Ройтерс Джема Чан на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года образ актрисы, благодаря которой ожила одна из героинь безумно богатых азиатов, смотрелся приемлемо только на фотографии, которую Чан выложила в свой аккаунт в Инстаграме за пару часов до приезда на церемонию. В этом, кстати, заключается большая проблема всех зрелищных платьев, рано или поздно придется стать на месте, потому что фотографы «Оскара» еще не научились делать бумеранги. Большие нежно-розовые куски хлопка, шитые друг с другом на манер добротного стеганого одеяла трудолюбивыми мастерами дома Валентино от Кутур, попросту утопили в себе хрупкую англичанку. Судя по ее лицу на большинстве снимков, она осознала свою ошибку уже в начале мероприятия. Морео Анзаони, Ройтерс Майя Рудольф на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года актриса и комедиантка также не отказалась от возможности надеть что-нибудь розовое. Этим чем-нибудь оказалось летящее цветочное платье «Ночнушка» от Джей Матиста Вэлли. Можно было до последнего надеяться, что образ Рудольф был нужен для одной из шуток в начале ее выступления на самой церемонии. Или хотя бы был призывом обратить особое внимание на истоки культуры трансвеститов, потому что в 80-х выбор накрашенных мужчин в париках и платьях останавливался именно на этом фасоне. Но этим надеждам не суждено было сбыться, сорока шестилетняя американка действительно не осознавала всю комичность своего внешнего вида. Ройтерс Линда Карделини на красной дорожке перед началом церемонии вручения кинопремии «Оскар» в Лос-Анджелесе, 24 февраля 2019 года «Зеленая книга» забрала золотую статуэтку в номинации «Лучший фильм», а наш персональный розовый яд венчает исполнительницы его главной женской роли Линда Карделини. При смешении двух самых опасных трендов нескольких последних сезонов печальный исход был гарантирован, бесконечные тюлевые оборки и укороченный спереди подол ярко-розового цвета придавал актрисе сходство с жертвой сексуального харассмента. И вряд ли Карделини хотела добиться именно этого эффекта. К этой ядерной смеси от щепареля добавилось глубокое декольте и светло-розовый бант в лучших традициях детских утренников, прямо на пупок. Стоит признать, объявленное старомодным правило оставлять открытыми либо ноги, либо грудь в случае с Линдой еще имеет право на долгую и счастливую жизнь.